итак всем доброе утро сегодня в ремонте у нас вот такой вот китайский iphone его еще называют тепловым емкостным при включении роза это телефон на процессоре spread room sc6530a насколько я точно значит у него проблема с камерой включаем камеру и она начинает то есть вот так вот включить то есть видите картинка застывает при перегибе чуть-чуть перегибаем опять запускается пытается запуститься не запускается чуть-чуть перегибаем опять видите пытается работать значит вероятнее всего это стандартный не пропай или дефект самой камеры поэтому мы сейчас разбираем телефончик разбирается вот так вот у него видите задняя крышка вот такого цельная несъемная поэтому подковырием сбоку проводим и одновременно снимаем всю крышку здесь у нас батарея флешка и так далее так я включу свет может быть будет засвет небольшой так нам нужно добраться камере камера находится в верхней части при температуре обычно 135 градусов я прогреваю верхнюю накладку смотрите не переусердствуйте потому что она при воздействии температуры может изгибаться перегибаться и так далее чуть-чуть прогрели она уже потом а в празднику все снимается здесь у нас антенны вай фай блютуз так нам нужно добраться до камеры нам нужно добраться до камеры мы включаем шурупики сверху три штуки я просто если честно не помню камера камера скорее всего находится по ту сторону платы поэтому придется снимать полностью все и стандартно шурупики постоянно прегреваем нижнюю В принципе комментировать сильно не буду, я думаю вам и так всё видно. Так, всё, добрались. Убеждаемся, что телефон у нас выключен. Поддеваем батарею. Смотрите аккуратно, потому что вот здесь вот шлейф кнопок, вот здесь вот шлейф кнопок, чтобы когда вы будете батарею отсоединять, чтобы его не порвать, не повредить. Вот там на двухстороннем скотче, скотч такой простенький. Так, сколько тут памяти. Я жду пока прогреется паяльник. Отпаиваю и батарею, и динамик. Теперь аккуратненько снимаем рамку корпуса. Отчёлкиваем коннекторы сенсора и дисплея. Вот эти шлейфики тоже придётся отпаять. Динамик тоже надо отправлять. Когда у нас всё отпаивано, приступаем к откручиванию платы. Нижний шлейф можно не отпаривать с антенной. Между прочим, если кто не знал, в этом телефоне рядом с камерой находится дырочка. Якобы это микрофон. На самом деле, это кнопочка сброса. Смотрите. Вот видите, она вот здесь вот находится. Вот это вот кнопочка сброса. Нажимая её, можно в любой момент сбросить забивший телефон. Теперь аккуратненько, не спеша. Добираемся до камеры. Вот таким вот образом. До камеры добралась. Берём наш микроскоп. Смотрим под микроскопом, что здесь у нас творится. На самом деле, не пропаял я не увидел. Не пропаял якобы нет. Но на одном контакте стёрся скотч. То есть, был зажат где-то, получается, с корпусом. Изоляционный скотч повредился. Скорее всего, этот контакт замыкал на массу. Поэтому мы полностью удаляем этот скотч. И пропаиваем весь шлейф камеры. Я обычно ещё беру капельку. Добавляем. До того, чтобы освежить паечку. До того, чтобы освежить паечку. Равномерно я обычно распределяю. А потом вот так вот проглаживаю. Получаются все пустые участки. Дополняются припоем. Под микроскопом убеждаю, что нигде нету короткого замыкания между контактами. Все чистим. Все аккуратно. Я обычно привык после себя все оставлять в чистоте. Пропаял шлейф. Плюс полностью надо вытирать. Вытир. Просушил. Еще раз посмотрел, нет ли закороченных участков. Нету. Так как у нас уже такая произошла беда с скотчем обычным, мы заклеиваем вот такой вот скотч. Тоже двухсторонний. Но уже покрепче. Этот будет узенький, поэтому клеим пошире. Вот такого вот кусочка хватит. Собираем в обратную последовательность. Вagain. Подтягиваем лицо уже под убежди. Здесь добавлено на скотчем. На скотчем столешник ставим. Глубо . П collecting штучки обязательно похожи в угол. Вот здесь нужно. Видите, когда уже плату вставил, уже попасть тяжелее шлейфиками, поэтому лучше вот так под углом, как-то так. Лучше вот так вот все делать, по каким небольшим углом. Главное, все эти шлейфики вставить до упора. Посмотреть, чтобы нигде не было перегиба и тому подобное. Теперь опять в обратной последовательности. Кому это не интересно, можете перемотать, я думаю, минуты. Ну а теперь все как обычно. Поехали. 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 Теперь шурупы идти чуть-чуть пропустить, и теперь шупим его вытянуть. Хорошо. Шлейф боковых кнопок чуть неровно припаял. Продолжение следует. Так, кому интересна маркировочка на плате, то сейчас сфокусируем. Вот. TS6502B. Кому нужно, пожалуйста, есть прошивка на этот телефон. Так, прошивка у меня от этих телефонов делается с помощью Miracle Box. Китайский программатор. Этот программатор для китайских телефонов. Для работы со спреатруном он годится в полуме. В принципе, для того, чтобы не тратить, скорее всего, сейчас ваше время, я сейчас просто сделаю предварительную проверку еще раз камеры. Если была проблема, она устранилась. Если проблема осталась все-таки в камере, то проблема могла и не устраниться. Так, смотрим. Запускаем камеру. Как видите, камера ведет себя нормально. Не глючит. Раньше она при включении сразу зависела. Сейчас она себя ведет нормально. Проверяем переднюю камеру. Тоже ведет себя нормально. Ну что ж. Я пока ставлю на паузу. Спокойно собираю телефон. После сборки телефона видео продолжу. Итак, телефончик собран. Проверяем. Еще раз проверяем камеру. Камера работает. Конечно, качество такой камеры ужасное. не знаю зачем мне вообще было делать но есть люди которым принципиально важно чтобы в телефоне все работало в принципе я таких людей понимаю удачных просмотров вам удачных ремонтов полезных всего доброго всем пока